Вести Карачаева, Черкесия Учитель гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Устенова представляет регион на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы». В Черкесске состоится Кубок Президента Союза Тхэкпанто России. Далее об этих и других темах подробнее. Водопроводные сети Важность этих мер всегда подчеркивает президент. По итогам 25 Петербургского международного экономического форума он дал поручение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Подписано распоряжение, которое позволит повысить качество жизни в деревнях, селах и городских поселках еще в шести регионах. В Псковской, Ростовской, Рязанской и Самарской областях. В Карачаево-Черкесии и Якутии. Там будут построены или обновлены водопроводные сети, дома культуры, детские сады, школы и ряд других объектов. Приобретен необходимый транспорт. Такая работа будет продолжена и в других субъектах Российской Федерации, чтобы людям, живущим в сельской местности, были доступны все необходимые услуги. Ростелеком и правительство Карачаево-Черкесии подписали соглашение о сотрудничестве. Председатель правительства Республики Мурат Аргунов и вице-президент Ростелекома на юге Сергей Мордасов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Партнеры намерены провести анализ существующего показателя информатизации региона и на его основе разработать решение по созданию многоуровневой цифровой инфраструктуры Республики. За последние три года Ростелеком инвестировал в цифровизацию Республики более 200 миллионов рублей. Еще одна образовательная организация Черкесска, школа номер 6, включена в федеральную программу капитального ремонта школ. Об этом в социальных сетях сообщил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Ремонтные работы начнутся в январе следующего года и завершатся к 1 сентября 2023 года. Школа остро нуждается в капитальном ремонте, который не проводился здесь со дня ее открытия, то есть с 1957 года. На время ремонта учебный процесс будет осуществляться в гимназии номер 13. Президент страны Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказала старший инспектор группы по вопросам гражданства, соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии капитан полиции Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан. То есть граждане Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта. Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам медосмотр уже не нужен, они ранее проходили медицинское свидетельствование. Заявления и фотографии, с ними они могут, ну вот эта упрощенная система приобретения гражданства России. Должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь, в Черкесске, в управление с документами, которые у них имеются. Минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей. Сделать это рассчитывают с 1 января следующего года. Законопроект сегодня планируется внести в Госдуму. Авторы инициативы уверены, что повышение минимального размера оплаты труда может сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По мнению экспертов, повышение МРОД логично, однако поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес. Предприниматели Республики смогут узнать информацию о плановых и внеплановых контрольных мероприятиях в этом году на сайте Генпрокуратуры России в разделах «Единый реестр проверок» и «Единый реестр контрольных мероприятий». На указанных ресурсах можно узнать информацию о мерах, направленных на поддержку граждан и бизнеса, о введенном моратории на проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и т.д. В случае нарушения прав и интересов представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в прокуратуру по адресу город Черкесск, площадь Кирова, 18, телефон для связи 28 13 18. Российский туристический форум путешествий, который прошел на ВДНХ по оценке специалистов отрасли, стал мероприятием нового поколения, посвященным современной туристической индустрии во всем ее многообразии. Более 50 тысяч участников, 200 спикеров и 20 масштабно представленных на форуме российских регионов, в том числе и Карачаево-Черкесия. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Здесь идет обсуждение и вопросы пути решения насущных проблем в отрасли. И Карачаево-Черкесская республика, участвуя в стратегических сессиях, представляет свой туристский комплекс, свои услуги, что можно получить от Карачаево-Черкесии, какие эмоции и впечатления при путешествии, какие решения у нас есть и в плане обустройства маршрутов, и в плане развития туристских комплексов. В целом, для того, чтобы все заинтересованные лица на этом мероприятии понимали, как развивается республика и что можно увидеть, приехав в республику. Скажу о том, что регионы Северного Кавказа, объединяясь в рамках нашего общего проекта «Кавказ-Гран-Туризма», разрабатывает сейчас и общую информационную повестку, и планирует общий путеводитель, общий аудиогид и общий туристский продукт, для того, чтобы входить на территорию не только российского рынка, но и международного, для того, чтобы привлечь туристов. Это единое информационное поле. Также есть много решений у других регионов, которые полезны и нам, и другим субъектам. И, в общем, это дает некое совместное развитие, для того, чтобы мы активно могли принимать и впечатлять туристов. В регионах Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19. При ухудшении обстановки действие ограничительных мер может быть возобновлено. Актуальная информация об эпидситуации по COVID-19 регулярно размещается на сайте stopcoronavirus.rf и на официальном сайте Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии настоятельно рекомендует соблюдать правила личной гигиены в учреждениях и организациях, общественном транспорте, местах массового скопления людей, а также вовремя, каждые полгода делать ревакцинацию. В ауле Иконхалк близится к завершению реконструкция общеобразовательного учреждения. В период ремонтных работ школьники обучались в школе аула Эркинхалк. В настоящее время основные ремонтные работы на объекте завершены. Комментирует информацию директор школы имени Халмурзы Кумукова аула Иконхалк Фатима Унаджева. В гостях хорошо, а дома лучше. Все равно в гостях можно побыть день, два, неделю, но такое долгое время очень тяжело. И для хозяев, и для гостей, конечно. Но мы оба коллектива хорошо выдержали это. Спасибо нашим коллективам, которые с пониманием отнеслись. Хочу сказать спасибо нашим родителям, которые тоже поддержали нас в трудную минуту и с пониманием отнеслись к данной ситуации. Учитель карачаевского языка и литературы гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Узденова представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проводится впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании «Урок», провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Обожаю свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи, обряды. И я бы хотела поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Я стараюсь с детьми, чтобы у нас были дружеские отношения, чтобы они с огромным удовольствием приходили ко мне на родной язык. Как говорится, ребенок выбирает не предмет, а учителя. С 15 по 19 августа в Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в Черкесске состоится творческая лаборатория Школы культурного форума регионов России. К участию приглашаются сотрудники и руководители негосударственных организаций в сфере культуры Карачаева-Черкесии. В Карачаево-Черкесии на базе общеобразовательных организаций в сельской местности до конца года откроют 26 новых точек роста. За последние три года в Карачаево-Черкесии открыто 87 таких точек роста. К концу этого года их общее количество достигнет 113. Точка роста – это специализированный центр на базе общеобразовательных школ, цель которых состоит в том, чтобы дать возможность детям из сельских местностей научиться работать с современными технологиями. Прокуратура Малокарачаевского района Заместитель прокурора города Черкеска Расул Казаков провел проверку условий содержания задержанных в изоляторе временного состояния. Комиссия провела обход камер, проверила их материально-бытовое и санитарное состояние. Зампрокурора города пообщался с задержанными, ответил на интересующие их вопросы, касающиеся условий содержания и соблюдения прав граждан. Жалоб на условия содержания и неправомирные действия сотрудников учреждения не поступило. В Черкесске ребенок на улице игрался с учебной миной. Около дома номер 78 по улице Даватора был обнаружен предмет, схожий с боевой противопехотной миной. Подробности сообщила начальник пресс-службы МВД по Карачаевой Черкесии Евгения Узденова. На место незамедлительно выехали сотрудники оперативных подразделений полиции, ППС, ГИБДД, Росгвардии, работники экстренных служб. Прилегающую территорию оцепили, удалив гражданское население на безопасное расстояние. Саперы определили, что обнаруженный предмет не содержит взрывчатых веществ и является учебной миной. Ее изъяли и отправили на исследование в ЭКЦ МВД по КЧР. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной информации, тренировочная мина принадлежит жителю Черкеска. Его восьмилетний сын взял ее поиграть и вышел во двор. Проходящий мимо мужчина забрал у мальчика угрожающего вида предмет, положил на землю и сообщил о находке в единую диспетчерскую службу. Данный факт показывает, как из-за безответственного отношения сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб теряют время, которое, возможно, требуется для спасения жизни и здоровья граждан. Жительница микрорайона Московский проявила бдительность и предотвратила мошеннические действия. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомый ей мужчина позвонил по телефону, представился сотрудникам правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и ей необходимо назвать, в каких банках у нее имеются счета. Бдительная женщина не поддалась на уловки мошенников, прервала разговор и сообщила о данном факте в полицию. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Житель Карачаево-Черкесии уличен в эфире на 32 миллиона рублей и неправомерном обороте средств платежей. Сразу два уголовных дела возбуждены в отношении 53-летнего руководителя сельхозкооператива из села Чапаевского. Мужчина подозревается в мошенничестве и незаконном обороте средств платежей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Фигуранту избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с установившейся в последнее время на территории Карачаево-Черкесии сухой жаркой погодой, а также увеличением числа природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов на территории республики введен особый противопожарный режим. В связи с чем в лесах и на землях сельхозназначения запрещается проведение пожаропастных работ, разведение костров и т.д. комментирует информацию заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Алексей Нарвыш. В связи с устоявшейся горячей и сухой погодой на территории Карачаево-Черкесской республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому подстановлением правительства Карачаево-Черкесской республики номер 205 установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами, а именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков. Вместе с тем, при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается, то есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400. С 25 по 27 августа в Черкесске во Дворце спорта юбилейный состоятся международные соревнования Кубок Президента Союза Тхэквондо России среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие амбассадоры данного вида спорта, олимпийские чемпионы Максим Хромцов и Владислав Ларин, серебряные и бронзовые призеры Олимпиады Токио 2020 года Татьяна Минина и Михаил Артамонов, а также весь основной состав сборной команды России по Тхэквондо. Карачаево-Черкесию представят на турнире также сборные команды среди мужчин, женщин и юниоров и юниорок. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33. В горах местами до плюс 24. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж, улица Октябрьская, 56, телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов! Стань успешным и ты! Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!